хорошо слушайте привет всем привет есть вова радик ну и смотрите оказалось что мы живем очень близко каких-то 30 километров друг от друга у меня long range фримонт штатов с батареей lg запасом хода 580 километров в лтп ауратка а у меня стандарт range plus с конца этого года это еще не та машина которую сейчас можно заказать как модуль 3 но это уже аккумулятор lfp емкость 55 киловатт-часов и привод только на задний мост один мотор но и мы решили смотрите у нас сейчас зима январь сейчас градусник показывает минус 1 и мы решили проверить как это в реальных условиях сравнить как себя ведут этим аккумуляторы и эти машины и мы уже сделали сегодня уже что второй заезда до 1 просто не полностью записался ага и был еще более короткие а теперь длиннее на целый день и теперь мы знаем что хотим проверять но из первого заезда тоже осталось немного данных так что я их подытожу где-то в коротком ролике о том как это выглядело слушай мне интересно почему у нас сегодня когда мы ехали по обычным загородным дорогам до 90 километров в час обратно супер charger вышел одинаковый расход это потому что я использовал автопилота ты на круизе ехал снова нет я использовал и автопилот и немного круиз-контроль но большая разница вышла на более высокой скорости и почти никакой на низкой ну а подожди а какая у тебя была температура батареи потому что у меня после суперчарджера было аж 58 градусов у меня очень быстро батарея остыла и так может быть в этом разница потому что у меня было больше тепла в аккумуляторе и машина просто использовала это тепло на прогрев тебя из-за этого получается что уменьшился расход ну я предполагаю он упал и у наших батарей теперь стала одинакова температура на последнем участке вот и получается что при езде по скоростной трассе имеет смысл стандарт раньше класс а если ехать по обычным дорогам до 90 километров в час то имеет смысл long range ну или не знаю может быть здесь просто выигрышным было то что моего long range химия другая lg никель марганцева кобальтовая и он просто больше тепла вывозит зарядок суперчарджер да если бы не ехали суперчарджера может быть и дальше держалась бы разница 6 или 8 процентов или если бы мы так не прогрели батареи ехали на холодных ну да возможно потому что мы ехали в сторону суперчарджера с включенным подогревом батарея и потом они это все съела больше энергии и у нас была эта разница 8 процентов а назад мы уже ехали с горячими батареями и у меня было больше тепла да у тебя была более горячая батарея более горячая батарея более теплая поэтому машина тратила меньше энергии на обогрев и только батарея только батарея обогревала мой салон да мне так кажется но когда мы уже остановились у нас сильно остыл аккумулятор потому что когда мы ехали температура удерживалась до потом когда мы остановились для дрона в минус 3 температура быстро упала но послушайте сейчас мы хотим кратко рассказать на ощупь чем отличаются этим автомобиль или они одинаковы рады как ты думаешь да по моему они вообще не отличаются особенно учитывая что между их выпуском прошел почти год разницы ну вообще они практически идентичны только какие-то детали пластиковые вставки под капотом немного другой пластик на руле много другой дизайн дверей новые карты двери впрочем идентичные машины руль ратка подогреваемый а у меня нет вот да это разница только потому что машина более новая потому что новая tesla всегда лучше это да и меньше шума это наше общее субъективное ощущение моей машине просто немного приятнее на тех же скоростях потому что мы менялись машинами на определенное расстояние и ср класс лучше немножко собрано тише да потому что у меня из фремонта у радыка из шанхая из китая получается китайцы лучше работу делать или просто тесла уже продвинулась в этом вопросе за год я не знаю только из китая сейчас заводят машинка в любом случае они лучше просто прошлогодних правильно правильно а что еще мы заметили музыка в сар пас при настройке эквалайзером вполне нормально играть нормально играть слышно что сабвуфера нет но нужно быть аудиофилом чтобы замечать эту глубокую разницу разница будет слышно только если выставиться в буфер и бас в лонгренч на максимум тогда будет эта пасхалка овернайт саудант или вук вук ну и этот вук можно будет услышать и почувствовать внутренними органами но давайте договоримся уж от такого достаточно быстро устают так что музыку в этом режиме долго не послушать да что касается запаса возвращаясь назад мы задали вопросом имеет ли смысл вообще покупать лонгренч или уже достаточно стандарт речь классов польских условиях да и мы пришли к одинаковым выводу если ездить от супер чарлера к супер чарлеру то покупать лонгренч не имеет особого смысла да но объективно если смотреть если не гонять по автобанам ездить спокойно лонгренч действительно может завести тебя дальше ну на одной зарядке это если представить что мы выезжаем часто пациентами с гаража предварительном прогрев батарею и желательно по обычным дорогам да и тогда вы доберетесь дальше потому что расход по скоростному шоссе будет выше в два и более раз сегодня например мы ехали с подогревом батареек супер чарлеру и у нас было 280 под часов на километр это у меня было так какой-то момент да и 260 в сар классы 280 лонгренч так что расход был большой и получается по метров там больше 200 километров реального запаса хода но мы все равно скорее всего сделаем остановку на той же самой зарядки на том же самом супер чарлеры а потом было дело с зарядкой мы приехали начну версию супер чарлера которая полностью была занята я зарядился очень быстро в том числе потому что все станции были заняты а мой сосед какой-то момент уехал и скорость зарядки подскочила и вы увидите это на графике да ну и как эти две машины заряжались я почти все время получал 70 киловатт и один раз очень на короткое время подскочила до 115 киловатт и сразу же следующий пан владелец теста из каракова подключился и лапа закончилась но киловатт часы добавлялись примерно в одинаковом темпе мы по времени смотрели очень схожие батареи принимали мощность лишь это неправильно еще тест надо будет перепроверить на свободной зарядки но все же и когда мы ехали на супер чарлера стандарт речь пласт подпотреблял на 8 процентов меньше да да и когда мы ехали по автобану без указания супер чарджера навигации то тоже наблюдался меньший расход в ср класс но это все зависит от разных факторов когда мы например ехали обратно было отлично видно разницу около пяти процентов да да разница в том что машина с одним двигателем более экономично потреблять чуть меньше энергии да и потребляет тоже съедает меньше энергии при зарядке потому что по факту ср класс за счет одного только двигателя может заряжаться с мощностью на 3 киловатта больше чем лонгренч при всех равных на той же зарядке 50 киловатт лонгренч греет обоими моторами плюс тепловой насос тоже свое добавляет это может забирать 9 или даже 10 11 киловатт энергии а стандарт речь пласт греет на три с половиной киловатта мотором ну плюс помпа тепла до больше трех с половиной киловатт я пока на зарядке не видел что если честно теперь когда даже увеличили батарею станут раньше класс стандартный модуль 3 она уже может показывать лучший запас хода чем например performance или может быть даже лучше сравнению с лонгренч таким как у меня с пробегом ну потому что давайте договоримся чем старше лонгренч тем больше запас хода уменьшается потому что идет деградация где-то быстрее в панасоник где-то медленнее в лжи и так если вы раздумываете покупать ли модуль 3 с пробегом или новую стандартную что подумайте что запас хода у новой базовой модель 3 может быть лучше чем у автомобиля лонгренч с пробегом ну вот мне интересно если мы встретимся например через год чтобы снова провести сравнение будет ли все еще такая разница пользу лонгренч и больше емкости батареи да интересно а еще одним отличием является противотуманные фары кстати уже входят в стандартную комплектацию базовость модуль 3 с 22 года которая честно говоря мало что добавляет вы можете ездить без них да это вопрос регулировки фар правда точно в остальном никаких отличий ну кроме значка dual motor верно действительно много-много сходств и очень мало отличий да так что если вам понравилось видео поставьте пожалуйста лайк и подписывайтесь на канал а если мы забыли о чем-то рассказать о точной если бы вы хотели чтобы мы сделали дополнительное сравнение дайте знать в комментариях да спасибо большое до встречи пока до встречи до встречи до встречи о і и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok